Класс птицы Крылья Укороченный хвост снабжен рулевыми перьями. Челюсти без зубов, одеты роговыми чехлами, образующими клюв, форма которого зависит от потребляемой пищи. Шея очень подвижна. Количество шейных позвонков может достигать 25 и более. Строение ног зависит от среды обитания. Обычно на ногах имеются 4 когтистых пальца, нижняя часть ног покрыта роговыми щитками. Кожа сухая, желез нет, за исключением копчиковой железы. Ее секрет придает перьям водонепроницаемость. По строению и функциям перья разных участков тела существенно различаются. Основу оперения образуют контурные перья, состоящие из очина, стержня и опахала. Опахала расположена по бокам стержня и состоит из упругих, плоских, нитевидных бородок первого порядка, на которых, в свою очередь, располагаются по обе стороны бородки второго порядка с крючочками. Крючочки сцепляют бородки между собой, обеспечивая цельность опахала и почти полную непроницаемость для воздуха. Благодаря такому строению контурное перо птицы легкое, гибкое и почти непроницаемо для воздуха. Кроме того, при резком порыве ветра или ударе, например, о ветку, бородки опахала раступаются и перо не ломается. Затем птица протягивает перо клювом, крючки вновь сцепляются и структура пера восстанавливается. Контурные перья выполняют разные функции. Маховые образуют плоскость крыла, рулевые – плоскость хвоста, покровные придают телу обтекаемую форму. Под контурными перьями лежат пуховые перья и пух. У этих перьев укороченный стержень и отсутствуют бородки второго порядка. Они прекрасно сохраняют тепло. Износившиеся перья заменяются новыми в период сезонных линик. У большинства видов перья меняются постепенно. А вот у уток, лебедей, гусей после выведения птенцов выпадают сразу все маховые перья. И в течение нескольких недель они не могут летать и скрываются в зарослях. Какие особенности строения скелета птицы связаны со способностью к полету? Особенности строения скелета птицы связаны с способностью к полету – это передние конечности, видоизмененные крылья. Большинство костей полы, чем достигается легкость скелета. У нелетающих птиц кости тяжелее. Позвонки всех, кроме шейного отдела позвоночника, соединены неподвижно, что обеспечивает надежную опору во время полета. На грудине имеется вырост кель, служащий для прикрепления сильно развитых грудных мышц, сокращение которых вызывает опускание крыла в полете. Что такое кель? Кель – это вырост грудины, служащий для прикрепления сильно развитых грудных мышц, сокращение которых вызывает опускание крыла в полете. Какие кости образуют пояс передней конечности птицы? Пояс передних конечностей образован тремя парными костями – вороньими, лопатками и ключицами. Они сходятся своими передними концами, создавая опору для крыльев. Ключицы срослись нижними концами, образуя вилочку, что увеличивает прочность скелета и смягчает толчки при взмахе крыльев. Продолжение следует...